У русских очередная там ротация, я уже не помню, кто там был ранен в ляшку, генерал Герасимов под изюмом? Ну, якобы да, мы точно не понимаем. Но он куда-то растворился где-то в дебрях Амазонки, больше его нет, Дворникова тоже уже говорят. Тоже нету, да. Да, теперь есть некий генерал Житко, никто не знает, кто это такой, но, видимо, вот эта вот истерика со сменой командующих все-таки, она говорит о том, что Путин нервничает. Причем нервничает до такой степени, что сам склонился, говорят, над картой и начал командовать операциями. Вы знаете, я все-таки думаю, что вот непосредственно командование, ну, я не представляю, я просто не представляю, как это. Я вам уже не раз рассказывал этот эпизод, я у Касьянова был доверенным лицом, был у него в руководстве в свое время начальной войны, как только его выгнали из правительства, надо, так сказать, отдать ему должен, он тогда, в общем, заявил политическую позицию против дела Юкоса, значит, заявил о том, что это недопустимо и так далее. Но он рассказывал мне такую вещь, лично мне рассказывал, да, вместе с Мерзликиным, там, его руководитель аппарата, что Путин вообще человек, который не тогда, тогда, в середине нулевых, он в четвертом году ушел, вот до четвертого, не в состоянии был сосредотачиваться на какой-то теме больше пятидесяти минут. Он всегда, естественно, опаздывал, это правда, он говорит, да, всегда его в Кремле ждали, руководители правительства, Минфин, ЦБ, было оперативное совещание по распределению финансов, ну, вот, текущий день, тогда она более напряженная была, тогда нефть все ломала. Он всегда опаздывал, он сидел пять-десять минут и, ой, все, я больше не могу, это вы, что-то сложно, какие-то цифры, цифры, все, и вы тут сами. Я предполагаю, что даже в такой тяжелой ситуации, как сейчас военный, да, понимая, что он не выигрывает по меньшей мере, по меньшей мере, вот сидеть над картами, рисовать, чертить, куда наступать и так далее, если он это делает, то, значит, война продлится не так, чтобы сильно долго, потому что мы понимаем, почему это все приведет, понимаете, там не больше разбирается он, чем в финансах. Что касается кадров, да, вот в это я охотно верю, что вот тебе срок, там, до первого, не справился, все, убирайте это вот, вот, потому что многие говорят, что он весьма эмоциональный, внешне он демонстрирует спокойствие и все как-то отдают ему должное в этом, а на самом деле он чрезвычайно нервный человек. Мне кажется, он такой типичный шизоид, по нем же видно, да, там, то как зверина завоет, то заплачет, как дитя, а он же там периодически срывается, там, на какие-то истерики, крики и так далее.